Ветерану войны Льву Ивановичу Торопову сегодня исполнилось 95 лет. Поздравить его приехал заместитель главы администрации городского округа Щелкова Денис Автоменко. Разрешите вас поздравить. Вот от президента вам конверт вручили личный. Это от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева небольшой подарок. И поздравительный адрес от главы городского округа Щелкова Сергея Викторовича Горелова. Лев Иванович родился 10 сентября 1924 года в селе Володарко Топчихинского района Алтайского края. После окончания аэроклуба в городе Керчи в апреле 1941 поступил в Качинскую военную авиационную школу пилотов имени Мясникова под Севастополем. С июля 1944 летчик-истребитель. Воевал на самолетах Як всех модификаций. В период подготовки ЯСКО-Кишиневская операция участвовал в обеспечении воздушной разведки противника. А во время операции в прикрытии групп бомбардировщиков, которые наносили удары по железнодорожным узлам и скоплениям войск врага. После освобождения Бухареста участвовал в Дебреценской, Будапештской и Венской операциях. День победы встретил в Словакии на аэродроме Кухыня. В 1959 году наш герой окончил золотой медалью военно-воздушную академию и был оставлен в ней преподавателем. С 1973 года начальник кафедры тактики разведывательной авиации, который возглавлял вплоть до увольнения с военной службы в 1984 году в звании генерал-майора. После продолжил преподавательскую работу до 1996 года. По традиции именинник в свой день рождения сказал пожелания и всем нашим телезрителям. Я хочу пожелать, ну, во-первых, конечно, это здоровье. Это первое, что нужно человеку. Тогда будет разговор уже и о других делах. Любить семью, любить друзей, трудиться по-честному. Лев Иванович награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной звезды, орденом за службу Родине вооруженных силах СССР 3-й степени и многими другими медалями. Мы еще раз поздравляем героя с днем рождения, здоровья и всего самого светлого. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова